Здравствуйте! Спасибо всем, что пришли. Ну, начнём... Начнём сразу... Начнём, я думаю, с того... Что такое компьютерное звание? Все? Все любили её? Начнём. Ну и решается, собственно. Компьютерное зрение — это... Ну, это отрасль для исследования приложений информационных систем. И задача примерно такова. На входе у неё цифровое изображение, а на выходе вот непонятно что, но что-то интересное. В данном случае мы просто разделили картинку на... На там... На дома, на небо, на... На дорогу. Можно было задать на той же картинке другие вопросы. Например... Например, сколько здесь машин? Или где разместка на дороге? Или где одно здание заканчивается, а другое начинается? То есть, все вот такие вот задачи по описанию того, что находится в изображении или в видео, человеческим языком, относятся к компьютерному зрению. Теперь есть два типа людей. Люди, которые думают, что это очень-очень просто. И люди, которые думают, что это очень-очень сложно. Поэтому давайте я попытаюсь развеять оба мифа. Вот, допустим, какая-то... какая-то фотка. Как... как бы вы на этой фотке попробовали что-то найти? Например, найти лицо этого человека? Что бы вы попытались использовать? Я самостоятельно, чтобы... С какой-то сфотографией, как записано. Хорошо. Если... если мы хотим найти конкретного человека, то... правильно. Мы можем сопоставить с тобой эту фотографию. Но что нам делать? Вот мы в первый раз видим эту фотографию, в первый раз видим этого человека. Если как-то в такой же ситуации, то как он может... как он может... как он может у нас найти лицо? Создать модель, в которой, в общем, хорошо описывается... некий элемент изображения, похожий на лицо. То есть некий аппарат математический, лингвистический, в котором можно, в общем, это удобно сформулировать. Скажем. Ну, да, правильно. Он, видимо, сначала должен искать фигуры человека, а потом пытаться отделять от столба или, там, не знаю, от собаки. А потом уже в фигуре человека выделять люди. А вот это не факт. Потому что чем? Делают и так. Но тут проблема в чем? Если, допустим, мы расширили нашу проблему, теперь мы хотим найти не просто лицо, мы хотим найти всего человека. Но тогда, в общем, задача повторяется. Как нам найти человека? Если дальше расширять проблему, то надо находить... то надо, в общем, находить все-все-все-все изображение и вот так вместо фронтекции находить человека. Поэтому у этого есть свои проблемы, но это тоже не отвечает на главный вопрос. И какие-нибудь еще идеи есть? Я могу сказать, но я уже слышал. Ну давайте попроще. Как мы распознаем вот эту дорогу? И вот этот столб? Цвет? Нет. Вот это самая распространенная ошибка. И цвет не будет работать, потому что нам-то кажется, что это один и тот же цвет. А на самом деле, вот если я посмотрю, здесь есть подсвеченная сторона и теневая сторона. И поэтому цвет здесь не один и тот же. И поэтому просто выделять часть изображения с каким-то темным цветом будет неэффективно. Сегментация на первом этапе разбуденная сегметика, отличающаяся друг от друга чем-то, какой-то группа признаков, скорее, не одним каким-то. Ну, целый ряд. Яростные, текстурные признаки. Ну да. Много всего. Да, собственно, к этому мы и идем. Но что я хочу сказать, что самые простые методы, методы, которые нам кажутся очевидными, часто не работают. То же самое, если мы хотим вот здесь дорогу, попытаться найти то, конечно, мы видим здесь много теней, которые нам будут мешать. Еще один момент. Вот у этого человека здесь лицо, все это лицо, это может быть 4 пиксели на 4 пиксели. И поэтому мы, как люди, можем это определить. А компьютер, ну что это за 4 пиксели, он ничего не может определить. И здесь как раз, вот вы сказали вопрос контекста. Нам придется в этом случае определять всего человека, и только по нему мы сможем найти его лицо. И вот это все такого рода задачи и решения, которыми оперирует компьютерное зрение. И всегда вот так получается, что когда мы находим что-то одно, мы теряем что-то другого. И наша задача как специалистов для каждого применения найти алгоритм, который подходит к этой конкретной задаче. Ну, я думаю, мы начнем с самого знаменитого алгоритма компьютерного зрения. Это алгоритм просто познавания лиц. Вы, наверное, многие уже видели результаты этого алгоритма. В современных камерах во многих видоискателей есть распознавание, не распознавание, а поиск лиц для того, чтобы наводить на них фокус. И вот это вот этот самый алгоритм. И здесь мы видим, что он, в общем, хорошо работает. Он нашел почти все лица. Может быть, здесь нет пары. Здесь нет, может быть, двух-трех лиц. И он нашел всего один уже главный результат. И вот этот мяч. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, этот алгоритм был опубликован, сам алгоритм, в 2001 году. В первых устройствах для потребителя, я думаю, он появился где-то в 2006-2007 году. То есть, занимать, к сожалению, какое-то время, чтобы эти алгоритмы дошли до потребителя. Но они есть. И второй момент. Этого не видно на этой фотографии, потому что они специально выбрали эти примеры. Но алгоритм, который используется в Yolo Jones, рассчитан только на какой-то конкретный размер фотографии, размер лица и конкретную ориентацию. В данном случае, строго на камерах. Если нам надо чуть-чуть повернуть лицо, то мы можем построить другой алгоритм, который будет искать лица чуть-чуть повернуты. Если нам нужен какой-то совсем другой объект, то, опять же, мы можем построить какой-то еще алгоритм. То есть, алгоритм Yolo Jones рассчитан на то, чтобы искать какой-то один объект. На каком ты его тренируешь. Тренировка занимает много времени и требует много, большое, обучающую выборку. Такого рода объекта его не найдет. Вот. Ну, давайте теперь поговорим о... Давайте теперь поговорим о гражданских приложениях. Как нам известно, в Москве в последние 6 месяцев было очень много протестной активности. И для этой активности важно было... Политически важно было знать, сколько людей пришло на то или иное ушествие. Ну, и вы, наверное, все знаете. После каждого ушествия ГУВД говорил одну цифру, как правило, неправдоподобно заниженную. Организаторы со сцены орали другую. Тоже не всегда верную. И беспристрастный человек, в общем, не знал, кому верить. И, собственно, и специалисты по оцениванию некоторых специальных потолков тоже не всегда знали, сколько пришло человек на то или иное ушествие. И поэтому я решил с Игорем Хураськиным написать программу, чтобы объективно оценить, сколько людей пришло на шествие. И программа работает примерно так. Мы настраиваем, мы фиксируем видеокамеру на каком-то одном месте, через которое проходит все шествие. И мы всю длительность шествия каждую секунду продолжаем снимать, продолжаем снимать по камеру. То есть вот кадр, 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 кадр. И так вот два часа сколько длится шествия. Таким образом, поскольку все люди мимо нас прошли, то мы, в принципе, имеем возможность их посчитать. То есть вот здесь примерно, здесь пример этого. Слушайте, а мы не можем выключить след, чтобы все было лучше видно? Да. Лучше? Да. Лучше? Да. Лучше, наоборот, цвет оставить и закрыть. Уже, друзья? Можно закрыть, жарить, если спросить. Да. 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 Ну, хорошо. Давайте продолжим. Значит, вот пример снимки, который я использую. Здесь мы выделили минимум роман. И все, все люди проходят в этом направлении через роман. Так. Теперь, как мы будем их считать? Ну, есть мистематическая формула, но, в общем, я думаю, вы мне все поверите. То есть, если я скажу, что если на каждой карте мы знаем глубокие столпы и скорость столпы, то есть на каждом моменте мы знаем эти две вещи, то мы можем рассчитать, сколько людей прошло на нашей карте. Вот. И, в общем, что мы сделали? С помощью конфликтного зрения, очень простого алгоритма, скорость столпы можно посчитать автоматически. То есть у нас получается полуавтоматический алгоритм. Мы считаем, что плотность меняется не так часто, поэтому каждые, допустим, 30 кадров мы считаем в лучшем уровне. А скорость мы считаем автоматически, тем самым существенно сократив уровень работы для себя. И, опять же, я расскажу немножко, мы только начали, поэтому я немножко расскажу о технической части, как мы считаем эту скорость, чтобы, ну, примерно люди понимали, как вообще работает в этой скорости. Вот алгоритм расчета скорости основывается на так называемых характерных точках. Характерная точка – это какой-то маленький кусочек изображения, который уникален. Уникален в смысле, что если мы его где-то нашли, то вряд ли в изображении найдется второй такой же. Мы находим эти характерные точки в таком-то кадре. Потом мы ищем точки, которые точно так же выглядят в следующем кадре. Что значит точно так же выглядят? Мы вычитаем в яркость. И, в общем, если разница в яркости на этом маленьком кусочке изображения маленькая, то значит, что, наверное, одна и та же точка. Вот, в общем, мы нашли, если мы нашли, что это точка, если мы нашли точка, выглядит точно так же на одном или другом изображении, мы берем ее координаты, вычитаем, и это наша скорость. И вот здесь мы видим много таких вар. Зеленое изображение – это какая-то точка в этом кадре. А красное – это координаты точки, которые выглядят точно так же в предыдущем изображении. Предыдущее изображение здесь не показалось. И вот у нас куча вот таких вот точек, и мы вычитаем вот эту координату от этой, и таким образом получаем скорость. Вот. Поэтому все, что осталось, самая сложная часть, как мы выбираем характерные точки. Вот. Из этих трех точек, которые я здесь показал. Как вы думаете, какая из них характерная? Какая из них унитальная? Вряд ли, какая наименьшая вероятность найти вторую похожую? Да, это именно так и есть. Ну, на самом интуитивном уровне, поскольку здесь больше всего каких-то всяких штучек изображений, то, наверное, таких точек меньше всего. Если мы возьмем вот это, то давайте посмотрим. Если мы просто сдвинем эту точку чуть-чуть на тебя и сравним эту точку с версией этой точки сдвинутой, то оно будет то же самое, потому что тут везде один на том же цвет. И поэтому, собственно, мы провалились с самого начала. Здесь то же самое. Если мы сдвинем вот эту точку сюда, то вот эта линия передвинется, и точки будут разные. Но если мы сдвинем вот это вот так, то мы, собственно, не увидим разницы, потому что, ну, линия и линия продолжаются. А здесь не просто одна линия, а здесь целый угол. И куда мы его не подвиняли, угол сдвинется. И поэтому точки будут выглядеть бороться. Все, уже загрузил всех. Ну, хорошо. Давайте вернемся назад. Что мы только что показали? Что есть вот эти характерные, уникальные точки, которые выглядят примерно так. И мы можем с лёгкостью, с сравнительной лёгкостью, если мы нашли эту точку в одном изображения, найти точек, которые также выглядят в другом. И таким образом, если у нас много таких точек, то мы можем рассчитать сквозь движения. Вот. Но даже тут есть проблема. И на эту проблему мы регистрируем одну страду дизайн-подректов. Проблема заключается в обучении. Вот. Здесь у нас два кадра. Предыдущий и вот этот предыдущий. И вот этот текущий. Давайте обратим внимание вот на эту точку. Эта точка — это конец разметки. В предыдущем кадре её координаты были вот здесь. Я просто это знаю, вот так, чтобы повесить мимо слова. Мы идем в предыдущий кадр. И смотрим, что это было. Тут плохо видно на этой фотографии, но я анализировал дома. Это вот эта штука. Вот этот пакетик. То есть, что мы видим? Оно нашло вот этот пакетик как характерную точку. И потом оно посчитало, что в следующем фотографии, в следующем кадре — вот она эта точка. Ну, давайте сначала подумаем, почему так случилось. Ну, видимо, в какой-то окрестности поиска оказалась яркость. Этот блок очень похож на… Да. Сложный… Да, правильно. Алгоритм по-своему прав. Вот здесь такая большая, большое белое пятно, окружённое серо. И здесь тоже большое белое пятно, окружённое серо. Поэтому, ну, если мы используем этот алгоритм, то мы ничего не можем сделать. Мы вынуждены принять какое-то количество ошибок. И вот это, когда вы пишете алгоритм, чтобы рассортировать какие-то числа, то мы не допускаем как правило. Мы не… Мы пишем алгоритм, который точно их рассортирует. Все… Все числа будут в правильном порядке. А в компьютерном зрении такого не бывает. Какой бы алгоритм мы ни написали, с определённым процентом он будет ошибаться. И поэтому, когда мы выстраиваем алгоритм в цепочку, то есть сначала здесь будет алгоритм… В нашем случае сначала алгоритм нахождения точек, потом алгоритм нахождения вторых таких же точек, потом что-то ещё, что-то ещё, то когда мы выстраиваем их в цепочку, то каждый последующий алгоритм, который принимает как вход, выход ведущего алгоритма, должен быть рассчитан на устойчивость к такого рода ошибкам. И вот, опять же, нам, специалистам, это крайне важно знать, но и вам, тем из вас, кто придумывает какие-то проблемы, которые, как это название, могут решить, тоже надо понять, что в конце концов, какую бы цепочку мы ни построили, на выходе будет определённый процент ошибок. И в зависимости от задачи он может быть больше или больше. И мы ничего не можем за это, кстати, сделать. Это просто надо иметь пополучить. И сейчас, если у меня получится, я вам покажу примерно, как он работает. Вот у нас самое первое изображение. Первое, что мы делаем, это помните, мы выбирали в квадрате, мы выбирали прямоугольник, через который все проходят. Сейчас мы здесь тоже его выберем. Тут мы снимали, кстати, совсем далеко отсюда, это трудная площадь. Тут, если вы помните, 12 июня было три потока людей. По парной проезжей части, по собственному парку, и тут было по другой проезжей части. Когда мы считали, мы считали все три подлинности. Поэтому давайте выберем... Это вот писательская прогулка тоже. Нет, это 12 июня было... А, 12 июня Конституция. Да, это и Россия. Значит, вот мы выбираем углы. Теперь ещё одну вещь мне надо сделать. У нас дорожала камера, и мне надо было... Не надо его компенсировать. И для этого нам надо выбрать... Нам надо выбрать часть изображения, которая не двигалась. То есть мы знаем, что все движения, которые производят вот эти дома... И там, с другой стороны, тоже другие доманы. Здесь это не секрет, к сожалению. Мы знаем, что движение вот этих вот всего, что здесь находится, не из-за движения людей, а из-за движения камеры, которые надо компенсировать. Вот, значит, ну, это всё выбрали. Теперь, смотрите, вот у нас прямоугольник. И теперь из этого прямоугольника выделяется ещё один маленький квадратик. И всё, что мне надо сделать, это посчитать количество людей в этой квадратике. Ну, вот мы считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, допустим, введём восемь. И потом... И, значит, если мы ввели восемь, вот этот квадратик, который вы видели, это где-то вот тут маленький кусочек. То мы знаем, сколько людей было во всей решетке. И теперь мы просто говорим ему, чтобы она двигалась. Сейчас, если всё будет хорошо, мы увидим следующее. Да. Ну, видимо, всё плохо. По идее, оно должно было сбежать каждую последующую фотографию и, собственно, считать количество людей. Ну, что-то оно не хочет. Ну, да, аж чуть-чуть не то. В общем, да. Ну, оно, вы увидели, оно... Ну, в общем, да. Оно... Вот сейчас оно рассчитывает скорость. И исходит из того, что плотность не менялась с тех пор, как мы её в последний раз следили. Ну, в общем, теперь мы посчитали, что за те кадры, которые только что рассчитал, прошло 32 человека. Теперь мы выводим плотность ещё раз. Сюда. Выводим плотность ещё раз и смотрим, сколько людей находится на том же самом квадратике сейчас. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Там ещё видно. И потом мы вводим сюда опять число какое-то. И идём дальше. Видите? Вот. Перезошло. Вот. Ну, в общем, она работает рекомендатором. И именно с помощью этой программы я, в общем, сказал сколько... Я высчитал, сколько людей пришло на митинг на ШСП. Вот. А какие у вас вопросы по этой части? Я правильно понимаю, что, в принципе, имея вот плёнки какие-то архивные, это, в принципе, подобные вещи, подобный анализ можно проводить и для, скажем так, событий 90-х и вообще исторических каких-то записей? В принципе, да. Ты говорил о каких-то ограничениях вот для анализа именно архивных материалов. Ну, просто для архивных материалов мне же надо, чтобы кто-то залез на крышу и фиксировал, и с одного места снимал камеру всё продолжительное шествие. Наверное, это не совсем художественная съёмка, поэтому, может быть, мы где-то такое найдём, но, возможно, что нет. И в этом ограничение этого алгоритма для архивных фотографов, архивных видео. Но, в принципе, если найдётся видео, то почему бы и так? Для чего ещё это может быть использовано? Ну, например, в каком-то районе решать, где установить троллейбусную остановку, или, там, где установить скамейку, там, вход в метро, что-нибудь ещё. Всегда, всегда желательно иметь какую-то объективную информацию. И если мы знаем, что по этой стороне улицы проходит, ну, заменит столько человек, а по, там, по другой стороне улицы в таком же направлении, проходит другое количество человек, а, там, на другом, ну, ещё что-то. И, имея такую информацию, если мы можем где-то всё получить, то мы можем объективно решить, где лучше поставить объект. И, вот, в общем, все это потенциальное применение, мы конкретно моей программе, только одной моей программе, в гражданской программе. А есть ещё много других программ, которые можно подработать. И сейчас мы поговорим ещё об решении этого примера. Завис. Да, я хотел вам показать ещё один простенький алгоритм. Сейчас я попробую его вам показать. Это алгоритм вычитания фона. Что такое вычитание фона? Раз уж мы говорили о фиксированной камере, то это грубое алгоритм наблюдения. Если у нас кадр изобретировано, то мы снимаем один кадр, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И если в каком-то участке изображения ничего не меняется, то мы быстро можем выучить характерный цвет того или иного пикселя. и если мы знаем характерный цвет каждого пикселя, когда ничего не меняется, то когда что-то вдруг проезжает мимо, то мы можем просто на уровне пикселей определить, где оно происходит. и таким образом, это первичный способ анализа первичный способ анализа первичный способ анализа то есть мы видим, что здесь, обратите внимание, не только машина, но и тема машины. В этом проблема этого алгоритма, что, ну, опять же, с точки зрения алгоритма, раз он работает для каждого пикселя отдельно, то в общем, там, где проходит тема машины, изображение тоже изменилось. Но, несмотря на это, если изображение немного, вот, например, в этом случае, мы можем легко отделить один объект от другого, и это может нам помочь в дальнейшем каком-то анализе этих объектов. Так что, видите, лучше такой алгоритм существует. Ну, хорошо, теперь вернемся к более интересной задаче. Лучше луке. Лучше луке. Лучше луку. Лучше луку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 dong Количество этажей Технические параметры В принципе идея неплохая Но tango в Warszaw что для этого надо рассказать, где один этаж заканчивается, а другой начинается. То есть мы будем эту идею использовать, но не в той форме, в которой вы сказали. Ну, это очленение какого-то здания, какие-то колонны. Есть же всякие архитектурные приемы на здании, которые как те, что достигли, как фонтики. Да, об этом я, на самом деле, даже не подумал. Это, наверное, относится к характерным штучкам, что у его зданий есть герк, у другого зданий есть какие-то... Давайте количество окон попробуем посчитать. Да. И, в общем, второй способ, вот один способ, это какие-то характерные объекты, а другой способ, это, грубо говоря, количество окон. Только это называется немножко по-другому, потому что, опять же, окон мы рассказать не можем, особенно вот с таким вот маленьким разрешением, поэтому мы назовем это текстурой. Текстура, что такое? Это вот тут какая-то фишка повторяется, 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 то есть какой-то паттерн, который повторяется. И, в общем, эту текстуру надо как-то распознавать, распознавать и контикализировать. И, в общем, сейчас вам расскажу, как это делается. Что такое? Давайте вообще-то немножко посмотрим, что такое текстура. Текстура – это линия. Это линия определенной резкости в определенную программу. Вот, например, вот эта штука не очень резкая, а здесь линия более резкая, это текстура. То есть, что мы можем сделать? Нам надо придумать способ, найти линии в разных направлениях и разной резкости. Вот, примерно, вот все вот эти линии нам хорошо бы найти. Вы видите, что здесь, естественно, направления разные, но линии на самой фигуре намного резче, чем линии на фигуре. И для того, чтобы их проходить, есть такие штуки, я и буду описывать, что это такое, они называются фильтры. И каждый фильтр настроен на определенное направление, на определенную резкость. И поэтому к каждой фиксели здесь мы можем, собственно, применить эти фильтры, мы можем применить все эти фильтры и узнать, на что оно больше всего поможет. И таким образом у нас получится такая штука, называется распределение. Давайте я вам объясню, что такое распределение. Давайте представим себе, что фильтры были не по этим страшным вещам, которые мы не будем, а просто подсветок. Что мы ищем, какая лицельная более похожа на красный цвет, какая лицельная более похожа на синий цвет и так далее. И тогда у нас получится вот такое вот характерное распределение. Вот у нас картинка. И вот мы видим, что здесь много, много вот таких синих цветов, много вот таких красных. Красных, соответственно, вот это, вот эти штуки, они здесь. То есть мы видим, какие цвета преобладают в этой картинке. Также мы можем описать текстуру по тому, какого рода линия преобладается в картинке. И это мы делаем с помощью этих фильтров. И, в общем, вот эти фильтры, это такая базовая технология для почти всех задач распознавания об этом интернете. У нас есть фильтры и у нас есть вот эти вот фильтры. С помощью которых... Да. Так, что я сейчас хотел сказать? Ну, в общем, это все, наверное, по распознаванию изданий. Какие у вас вопросы? Зачем это может быть, наверное, у меня как-то порядок, например? Ну, я предполагал, например, мобильный приложитель. Вы фотографируете издание. Оно распознает, что это там корректный ряд есть. И расскажет про него какую-нибудь историю. Что это за здание? Там, не знаю, кто в нем жил. Знаете, в России принято для мерчатого табличка. Вот, в моем доме написано. Здесь жила, там, дата и дата. То есть, это такая вообще такая формурация не развлекательная, да? Ну, в общем, да. Просто, ну, еще надо иметь в виду, что здесь я буду какой-то определенный объект в этом доме. Но вообще распознавать можно очень много разных вещей. И технологии распознавания похожи. А что бы мы не хотели распознать? Я извиняюсь, а вот если по текстурам распознать, мне кажется, там же большая зависимость от, даже так же, как по цвету, от времени суток, от расстояния, которое мы сняли, от того, на что сфотографировали. Потому что разные подрешения. По-разному подрешения, текстура и визуальность получаются разные. То есть, получается, там какой-то должен быть заложен диапазон, возможно, вариантов, да, то есть, для компьютера предположить, что это такое. Да. Некоторые из вещей, как вы говорите, легче производить, чем другие. И я так скоро даже не знаю, что делать, по боку того, что бывает разное освещение. Но, в принципе, в том преимущество текстуры перед светом, что текстура более устойчива перед освещением, чем собственно светом. Можно, например, отдегротировать в течение дня светового и сделать какой-то типа хэш без изображения общего за день. В принципе, можно, но это не желательно. Потому что тогда еще надо, когда идет дождь, когда солнце, когда плитное злое. Ну, вот, опять-таки, задача, знаете, что вы сказали, легче повисить на здании QR-код. И просто QR-код, где-то там же лежит, и есть. Адрес, да, конечно, есть, и электронный фонус, в принципе, проще. То есть, за шею частью текста в личке самовоспознательного, немного. То есть, именно надпишите на здание, а он спрашивает, сколько хотите. Тексты распознавать же можно? Да, можно сделать и так. Ну, во-первых, распознавание текста, распознавание QR-кода, но это не совсем там предпределение. То есть, строго говоря, да, но уже там придумали всякие, вообще не подойдутся вещи. Ну, главным аргументом, что когда все эти вещи есть, то, конечно, так что-то находить легче. Но, опять же, если мы говорим о мобильном приложении, вот, человек увидит какое-то красивое здание, то не факт, что он туда-то побежит и не станет искать все-таки в отходе. Особенно, если, например, на Арбате, если я правильно помню, все номера зданий в каких-то там переводят. На самом деле, это струбильная такая тема, что очень сложно найти. Да. Поэтому, если есть какие-то другие варианты, то плюс, с другой стороны, что нам помогает в технологиях GPS, то, например, мы знаем, какое здание чего-то сфотографировать. То есть, у нас такая сложная задача. У нас там, может быть, ну, 50 зданий, и из них надо выбрать то, которое наиболее похоже на сфотограф. То есть, тут, на самом деле, много разных решений, может быть, в соответствии с всех вопросов. Так. А нет как-то, ну, безусловно, нет каких-нибудь вопросов на спиннинге? Нет, пока нет. Пока нет. Я мониторю. Комментариях никаких, к сожалению, пока нет. Ну, хорошо. Если чем направиться, скажем. Окей. 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 Ну, в общем и целом, мы поняли хоть немножко про фильтр, про распределение. Это немножко такая более прогрянутая тема, но все-таки, мне кажется, желательно даже для людей, которые сами будут нарабатывать и немножко понимать о том, Ну, как вообще, с чем работают специалисты в каком-то университете? Ну, нет? Ну, окей. Ну, почему? Это понятные вещи все. Приходилось этим заниматься. Так. Ну, давайте пройдёмся ещё по яскольким фигням. У нас есть такое распространённое применение к филоризации изображений. То есть у нас есть какой-то эрготолог. Это, может быть, там просто какие-то семейные фотографии, как там семья поехала на пляж. Это может быть что-нибудь большее. Вот тут сам архив в гостей. К сожалению, нельзя построить одну программу, которая работает во всех этих случаях. Потому что какой общий принцип работы? Мы, опять же, проводим фильтры по изображению. И с помощью этих фильтров находим, в общем, изображения, у которых ответы на фильтры похожи. Но всё, проблема. У фильтров немного шума. Поэтому, с одной стороны, чем меньше фильтров мы проводим, тем лучше. Потому что, когда мы проводим много фильтров, много разных фильтров, то мы фиксируем не, собственно, то, что интересно в изображении, а мы фиксируем шум. И поэтому, когда мы будем находить похожие фотографии, мы будем находить фотографии не с похожим лицом, если мы плохо сделаем лицом, а с похожим шумом. И поэтому, в общем, надо быть осторожным для каждого типа применения делать немножко разного фильтров. То есть, например, в этом случае у нас очень много фотографий вот этих двух видов, скорее всего. И на основе этого можно построить более детальный модель, чем в этом случае. И также можно распознавать всякие фотографии с помощью этого. И это нам даст много интересных вещей. Потому что, если мы знаем, что есть какой-то преступник в прошлом, то мы можем его найти в каких-то совсем неожиданных соясностях. И то же самое же это преступление. Для этого, что надо сделать, сначала, как правило, архивные фотографии. Часть архивных фотографий находится в плохом качестве. Особенно, если они изначально милионалы будут. И их надо реставрировать. Алгоритмы реставрации — это тоже часть конкретного зрения. Они бывают полусеточные. То есть, бывают архивные, бывают автоматические. И, конечно, решения работают лучше. Но, конечно, у нас не хватает ресурсов. Но, к счастью, теперь у нас есть ауксорсинг. Поэтому, в принципе, можно построить просто web-интерфейс, где в полуавтоматическом движении пользователь показывает, например, где ошибка или какого рода ошибка. И оно их реставривает. И после этого с ними можно работать точно так же, как и с более качественной фотографией. И еще один пример я хочу вам показать. У нас, наверное, в знаниях не хватает хороших квалифицированных врачей. И я не могу сказать, что их можно заменить, но им можно помочь. Если у нас есть какой-то снимок, то, допустим, то уже существуют какие-то алгоритмы, которые с определенной точностью распозвонят, например, раковые опухоли. И даже отделяют его от опухоли-розвоня. И ими очень страшно пользоваться, потому что никто не хочет, чтобы его ставил для нас компьютер. Но можно придумать... То есть эти алгоритмы существуют, и проблема здесь скорее не в технологии, а в том, как их использовать, чтобы люди это принимали. И, в общем, если вы работаете в чем-то, связанном с BCC, с помощью людей, можно... Я думаю, можно придумать какое-нибудь предложение на своих таких алгоритмов, которое поможет вам более эффективно... Ну, более эффективно распределяться с ресурсами. Например, даже если у... Даже если у этого алгоритма точно с 50%, то это значит, есть какие-то снимки, которые в условиях ограниченного количества докторов необязательно доктора посылают. То есть, с помощью этих алгоритмов вы можете приоритетировать на какого-то центра врачей больше. Вот. И давайте немножко поговорим о вот... Все примены, которые... которые я только что провел. Давайте их немножко обобщем. Что у нас... Что мы сделали? Опять у нас на входе цифровое изображение, а на выходе что-то интересное. И вот во всех наших случаях это были разные вещи. Это были лица, это были раковые опухоли, это было то или иное здание и так далее. Но вот цифровое изображение что-то интересное. Какую цепочку во всяких этих случаях мы строили, чтобы это что-то интересное найти? В общем, мы строили цепочку из двух алгоритмов. Первый алгоритм — это выборка описателя изображения. То есть описатель изображения — это что-то... что-то, в общем, какая-то цифра, которая помогает определить то это, что мы ищем или не то. Например, вот, если мы считаем, что у этого изображения есть лицо, с такими-то координатами, то давайте сфокусируемся на том, где должны быть глаза этого лица. Вот это здесь. И сделаем какое-нибудь преобразование со всеми этими числами, которое даст нам одну цифру. И эта одна цифра поможет нам определить, здесь есть лицо или нет. То есть вот у нас такой один квадрат. Например, мы можем сложить все вот эти пиксели и вычесть вот эти. Потом у нас есть второй квадрат. Третий вот здесь, где рун. Там четвертый — здесь. Пятый — где лун. Шестое — вообще всё-всё-всё лицо. То есть таким образом мы конвертируем вот эту фотографию просто в вектор. Там в десять — двадцать чисел. И потом нам нужен алгоритм машинного вручения, чтобы отделить вектора, которые соответствуют тому, что мы ищем, от векторов, которые не соответствуют. То есть вот из этого изображения мы просто получили цифру. не цифру, а вектор. То есть там десять цифр. И у нас есть... Как мы вообще учимся? У нас есть много-много фотографий, для которых мы всё это делаем, которые мы знаем. Мы пометили, что у нас здесь есть лицо. И если вы хорошо выглядите, то вектора лис находятся в пространстве не там, где вектора не лис. И таким образом мы можем просто провести вот такую прямую в идеале. На самом деле это не правда, просто не работает. И сказать, что все вектора, которые справа от этой линии — лис, все вектора, которые слева от этой линии — не лис. И что здесь важно? Что мы взяли эту фотографию и мы сжали её, мы сжали её описание от вот этой вот большой фотографии до 10 числа. И это важно. Почему? Потому что, ну, во-первых, это, в общем, всё то, что мы делаем. Вся задача наблюденного зрения сводится к сжатию измерений. На входе у нас изображение, там, допустим, 100 на 150 пикселей — это 15 тысяч чисел. А на выходе нам надо только четыре числа. Это координаты вот этой точки и координаты вот этой точки. И с помощью выборки вот этих фич, которые мы здесь показали, мы можем это делать. И теперь запомните, что мы занимаемся сжатию измерений, потому что это будет очень важно, когда мы будем говорить о мобильных приложениях. Мобильные приложения точек, которые используются с компьютерным зрением. И в идеале они работают примерно так. Вы наводите... Вы наводите телефон на какое-то изображение на одном языке, и оно использует текст, и выводит тот же самый текст, но понятный в английском. Ну, я уже вкладываю на таро, но какой-то маленький вариант. Это так называемая дополненная реальность. Дополненная реальность — это любое применение, где на фотографии, которую вы сняли, накладывается какое-то другое дополняющее изображение. В данном случае это просто переход, но, наверное, могут быть какие-то другие еще. Так что вот дополненная реальность — это очень клевая вещь, о которой я думал тем, что у кого есть. Это мы поговорили о хороших вопросах. Теперь поговорим о плохом. Мощность вот этой штуки намного меньше, чем мощность моего компьютера. и все было нечего, но только вспомним, что для того, чтобы найти вот эти фичи, о которых мы говорили, надо вот так вот просканировать все изображение по многу раз, и только потом мы найдем то, что мы ищем. Сейчас наши новые новые достаточно для этого мощные, а телефоны, ну, как-то не очень. Это не самое лучшее, что может быть, потому что есть закон Mura, согласно которому, ну, так получилось, что вычислительная мощность всех типов устройств удваивается каждые, там, сколько, 6 месяцев? Нет, 6 очень много, 18 месяцев. Каждые 18 месяцев оно удваивается. И поэтому то, что мы не можем сделать сейчас, уже очень скоро мы сможем сделать. Надо мало начинать видеть. Второй момент. Надо немножко поговорить о том, что находится, собственно, внутри телефонов. Внутри компьютера все просто. Там есть один процессор, в современных компьютерах два, которые все решают. которые решают все издачи, которые перепоставлены. Здесь у нас есть один тип процессора, графический процессор. Вот это вот меня больше всего интересует. Если я правильно понял, то вот этот процессор, он сделал специально для того, чтобы воспроизводить видео на этих экранах. Здесь еще 4 процессора. Я не знаю, что они делают. Я вообще не знаю. В общем, тут куча специализированных процессоров. И когда вы пишете алгоритм компьютерного зрения для телефона, то вам надо решать, какой процессор использовать, какую комбинацию процессоров. И как сделать так, чтобы, ну, допустим, что-то делать, и когда кто-то звонит, чтобы там звонок прошел. И, в общем, это все вопросы, которые надо проработать, скорее, специалистом. Все они решаемые, но это займет какое-то время. А дизвайнерным менеджером надо иметь в виду, надо иметь в виду такую вещь, как фич и фатик. Фич и фатик – это усталость, ну, переводится как «усталость от возможностей». И идея в чем? Значит, сначала мы помним, телефон был просто телефон. Потом в телефоне появилась камера. Потом в телефоне появилась возможность писать СМС. И, в общем, когда все эти люди, люди начинают от этого уставать. Они хотят что-то простое. И поэтому не все люди покупают себе смартфоны. То есть, в идеале нам надо строить приложения, которые не являются какими-то новыми приложениями, а которые удобно как устраиваются во что-то уже существующие. Ну, в общем, и все.